В Адлере 17 школ, в них обучаются 19 тысяч школьников. Условия учебы должны быть комфортными, ставят задачу глава города. В 27-й школе делает сразу ряд замечаний. Впереди еще полмесяца, чтобы обновить коридоры и классы. С завтрашнего дня здесь должны быть строители, которым вы четко покажете, что вам надо сделать. Их будет несколько человек. То сделать, то сделать и то. Если нужны деньги, скажете, они тоже найдут их. Понятно? В целом школа города отремонтирована на 90%. Не отстают и сельские. В селе Голицыно учителя показали, как подготовились к новому учебному году. Уютно, чисто, светло. Правда, здание одноэтажное. Анатолий Пахомов рекомендует расширить территорию вокруг школы, чтобы было где детям погулять. Надо запланировать и строительство здесь новой школы, отметил глава города. Ремонтом сейчас никого не удивишь, а вот инновационными программами можно. В Нижней Шиловке директор школы номер 29 Динаида Николаева первая в Сочи внедрила точку роста. Это центр образования цифрового и гуманитарного профиля в рамках федеральной программы «Современная школа». Для детей очень много. Кроме шахмата мы получаем хилиокоптеры, мы получаем видеооборудование. Единственное, что я еще попросила край, чтобы предусмотрели, что нам необходимо программное обеспечение для видеооборудования. То есть мы-то его получаем, мы согласны снимать фильмы, мы будем это делать, но его надо демонтировать. В отремонтированных кабинетах разместилась шахматная гостиная, 3D-принтеры, различные манекены для уроков ОБЖ. Будет здорово, потому что наши ребята смогут изучать углубленно такие предметы, как ОБЖ, технология, информационные технологии. Вот в этой точке роста. Будет создан каворкинг в каждой школе. Это возможность заниматься, зонированное помещение, возможность заниматься сразу несколькими работами. В эту школу пойдут не только дети, но и их родители. Здесь также будет реализовано две программы для взрослых. Компьютерная грамотность для тех, кому за 50, и говорить правильно за чашкой чая. Я уверенно могу сказать, что школы города Сочи к учебному году будут не только готовы на 100%, они будут еще и переоборудованы, и они будут еще новаторскими школами. В этом году в трех школах Адлера уплотненность достигла максимума. В каждой из них более 2000 учащихся. Анатолий Пахомов отметил, город сейчас активно решает этот вопрос. К школам пристраивают дополнительные корпуса и проектируют новые учреждения. В следующем году свои двери откроет новая школа в Амеретинской долине. А корпус школы на 400 мест начнут строить в поселке Красная Поляна. Елена Овсецына, Максим Кавригин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.